Привет, друзья! С вами Олег Шпагин. Хотел вас спросить, насколько вам интересен урок про создание своего собственного прокси-сервера, домашнего прокси-сервера. Конечно, что же это такое и для чего это нужно? Давайте мы с вами разберем эти два вопроса. Первое. Что такое прокси-сервер? Прокси-сервер – это такой компьютер, который обычно имеет две сетевых карты, в одну из которых приходит интернет от вашего провайдера, а со второй карты он раздает интернет на все ваши домашние устройства, то есть практически как ваш обычный домашний роутер. Для чего он нужен? Он нужен для того, чтобы можно было управлять вашим интернетом самостоятельно, без роутера, иметь более большие возможности его настройки. Например, с помощью прокси-сервера вы можете публиковать наружу, например, ваши внутренние ресурсы. Либо публиковать наружу, например, ваш собственный сервер Майнкрафта, либо ваш собственный веб-сервер. То есть это такой сервер, который позволяет вам конфигурировать работу вашего интернета и публиковать какие-то ресурсы наружу для других пользователей интернета. Поэтому и возник такой вопрос, насколько вам интересно увидеть создание и настройку такого сервера. То есть мы с вами возьмем дополнительную сетевую карту и также возьмем, конечно же, материнскую плату с процессором, с вентилятором, с боком питания, с жестким диском и создадим свой собственный прокси-сервер с нового компьютера, в котором будут находиться две сетевые карты, в одну из которых мы с вами запустим интернет от провайдера, а с другой будем раздавать интернет на наши домашние устройства. Также произведем настройку этого прокси-сервера, чтобы можно было наружу опубликовать, например, наш собственный веб-сервер, либо наш собственный сервер Майнкрафта. Если вы хотите увидеть такой урок и вам интересно создание собственного веб-сервера, прокси-сервера и сервера для Майнкрафта, то пишите об этом под этим видео. Я посмотрю ваши комментарии и решу, насколько вам интересно увидеть такой видео-урок. Если будет довольно интересно, то, конечно, я его засниму и покажу вам, как это делается поэтапно. Спасибо за внимание. Жду ваших комментариев под этим видео. Спасибо. Спасибо.